Всем привет, уважаемые садоводы, огородники, любители лопаты и тяпки. Я сегодня на даче нахожусь, а сегодня Серёга привёз грядку, грядку он привёз. Вот, пока я тут ходил по делам, он её уже установил. О, они там копаются у ней. Сейчас я вам покажу, что это за грядка такая. Ну, здорово, вам понравится. Так, упакована она была, грядка вот в этой коробке. Вот такая вот коробка. Да. Ой, сколько они тут этой ботвы-то всякой понавезли. Вот. А собирается она вот при помощи вот такого инструмента. Вот. Одну они уже давно поставили. И уже что тут посадили, сегодня посадили. Вот она. Она из оцинкованного металла, поэтому она будет стоять вечно, вечно. Вот видите, какой она. Вот. О. Вот. О, убежал. Вот. Варан. Микроваран. Так. Вот эта вот оцинкованная, вот она блескучая такая. Вот эта вот железо оцинкованная. Она валяется у меня уже лет пять. Вот она стала потемнела, так потемнела. Значит, вот эта будет тоже через пять лет такая же потемневшая. Вот так вот она. Сейчас посмотрим, как там сделано у них. Вот супергрядка. Она большая грядка. Они ее сегодня привезли, потому что тут нужна была большая грядка. Ее не было сразу. Значит, покупали они ее на Валберес. Вот. Фирма такая есть. Вот она так вот собирается все. Вот там это перегной наложили. Вот. То, что я когда тут сено косил в лесу. Она лежала-лежала. И вот такой перегной. Ну, в общем, вот так вот она сделана все. Вот. А это вот, они уже тут неделю стоят, вот эти грядки. Вот они такие вот. Ну, тут что-то укрыто, потому что у нас еще холода. Холода будут. Вот поэтому вот так на ночь укрываем их. А вот еще грядка есть. Ну, я даже не знал, что такие бывают. Вот такая вот высокая грядка. Потому что там виноград посажен. Вот. Была деревянная она. Вот. Галь, привет. Вот. И вот, значит, такую вот они купили и поставили. Тут у нас виноград. Вот. Шедевр, шедевр. Во-первых, он высокая. Значит, потом осенью легче будет ее укрывать туда. Виноград этот. Виноград этот в прошлом году посажен. А то, что у нас уже давно посажен, сейчас я вам покажу. Так, эти уже отцветают. Отцвели. Жимолость. Отцвела уже. Опала. Опала. Вот. А тут у нас этот, как его, крышовник. Ну, что-то есть. Что-то есть на нем. Так, значит, я сейчас вам покажу виноград. Вот он он, виноград. Для того, чтобы было удобно его укрывать, вот его со шпалерки снимается. Аккуратно туда внутрь укладывается кольцами. Вот. Потом туда ложится шерсть. Какой-нибудь свитер шерстяной. В костре его запаливаешь, чтобы вонючий он был. Тогда мышь туда не залезет, не съедят его. И вот он тут. А потом вот так вот. А потом он тут все заплетет. Ой-ой-ой-ой. Все заплетет. Ну, в общем, так через трубу полив осуществляется. Так положено. В книжках в умных написано. Ну, в общем, вот, ребята, я вам показал, какие у нас теперь эти самые парники. Не парники, а грядки, грядки. Вон Серега, вовсю работает. Так, ладно. Я тоже рукава засучиваю и начинаю тоже работать. А что я буду работать? Зачем ему торопиться работать? Ну, а что, тут погода слеп будет? Вот неделя-то пройдет, а там погода потом теплая. Вы хоть можете сплавиться, и все нормально. Ну, ну. Ну, да. Да? А что, нормально? Так, это ерга у нас. Дерево такое большое-большое. Ерга. Нормально. Она уже отцвела. С мамой, с папой. Осыпается. С кем? Так. Ладно, ладно. Все хорошо, мне надо, вот, косить здесь. Косить. Амира, колбу. Пробуй, пробуй. Да, сыр, это ты всегда успеешь, вот, колбу. Давай, давай. Тебе еще дать? Вот еще одна колба. Да. Серемша. Че? На, держи. Тоже мне дают, че? Вот, давай. А в обмен. Вот. Ты давай мне сыр, а я тебе колбу. Не хочет. Так, оказалось, что Серега квас нам сделал. Вроде мы не просили, а потом присунулся в наш хитрый погрубок. А там четыре бутылки вот такие вот. И еще, это, канистра белая, пластмассовая. А сегодня жара такая. Ну вот, попробуем. А то, как некоторые товарищи говорят, че-то делали мы, получилось какой-то кисель. Ну, я не знаю, вот, Серега сколько делает, все время у него получается нормально. Вот. Даже, когда новый разливает, старый приносит еще и допиваем его. Правда, мы не допивали в этот раз. Некогда было, они тут без меня воевали. Резкенький. Такой резкий. Как, говорит, а какой он на вкус? Ну, какой квас бывает? Кислый? Че, он горький, что ли, будет? Или сладкий? Нет. Ну, надо сахару будет, и сюда добавить. Или это будет сладкий? Притом, каждый этой поклашки, он почему-то разный по вкусу получается. Ну, смотря откуда разливаешь. Там же нет у нас одной емкости такой громадной. Там в одной, в другой, там все это квасится. А потом в погреб. Погреб у нас, я показывал, какой. Труба. Труба. Вот такая толстая. В земле закопанная. Грядку они вот такую сделали. Посадили там огурцы. Сверху на эти дуги воткнули. И акрилом укрыли. Потому что еще холодно будет. Вот, ну и, наверное, так все лето будет. Вынимокрыл поднимать. Урожай собирать. И снова закрывать. Вот. Ну, а тут вот это все уберется. Тут у них эти кабачки, да. Что-то еще, не знаю, что там они навтыкали. Вот. Ну, в общем, вот такие вот грядки. Мне так даже понравились. Ну, а что? Если надо перенести, ну, выдернул их, да и перенес в другое место. В принципе, не сложно. Они там сантиметров на 25, наверное, втыкаются в землю. Так что стоят они довольно крепко. Вон какая туча идет черная. И громко хочет. Наверное, придет все-таки сюда. Какая-то непогода. Хотя тут у нас солнышко светит. И даже хорошо. Тюльпаны цветут на грядках, там, где ягода у нас. Ну, а что? Ягода у нас с боков мы ее накрываем этой хвоей. С лесу приносим. С кедровой хвоей. Вот она потом, когда ягода будет, она не такая грязная будет. И зимой она хорошо не замерзает. Хорошо перезимовывает. Ну, в общем, вот так. Так, я сейчас съездил за водой на родник. Вода окончилась. Пограммахивает. Ну, ладно. Лук уже сходит. То, что я его тут втыкал. Ну, ладно. Что-то они какую-то другую ягоду купили. Посадили. Она уже с этими самими складами даже. Ну, посмотрим, что будет с ним.